Пандемия Мазырская городская больница поступово вертается до звучайного режима работы. С так званой червоной зоны переведены три отделения. С весны минулого года частку мест тут перепрофиливали для пациентов с коронавирусом. И в первую, и в другую хвалю пандемии с ними працевали урачи разных специальностей. Не только терапевты, а и кардиологи, урологи и другие. Теперь они поступово вертаются до работы по профилю. Число коек учреждений составляет 1159. Для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было перепрофилировано 426 коек. Во вторую волну дополнительно были дополнены кислородные точки и закуплены кислородные концентраторы. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки для профильного приема пациентов переведены на обычный режим работы – урологическое отделение, отделение детской хирургии. Сегодня проходит санитарную обработку 30 коек кардиологического отделения для оказания плановой помощи. В кардиологическом отделении завершается масштабная санитарная опрацовка. Сторонно дезинфицируется кожный куток – от ложков до санвузлов. До обычного графика больница будет вернуться поэтапно, уличывая прогнозы эпидемиологов. Я думаю, что пик острых и респираторных захворваний традиционно припадает на середину лютого. Небезпечный вирус по коль не переможенный, а значит маски, сроки дезинфекции и социальное дистанцирование – по раннейшему обовязковые для кожного. Амаль 600 новых предприемств появились в Гомельской области в минулом году. В основном – это приватные инициативы. На долю малого и среднего бизнеса приходится каждое третье створенное працовое место. По поводу оценок экспертов, малый бизнес больше эффективно пристосовывается до любых, на самых складанных экономических умов. Не выпадковая нулик уголовных поставщиков вакансий. Что годни великые предприемства дают працу амаль тром тысячам жихарого региона. Частный бизнес предоставляет нам заявки. Конечно, это происходит у нас довольно часто. Управлением они рассматриваются, размещаются в республиканскую базу посредством сети интернет. И направляем людей, подбираем, активно работаем. Я думаю, уже от тех принципов, которые были раньше, и когда люди боялись идти в малый бизнес, мы уже отошли. Малый бизнес уже вышел на более современный уровень. И сегодня это уже достойный работодатель, который может обеспечить работника всеми социальными гарантиями и достойным уровнем оплаты труда. Держава протягнет стимулировать малый бизнес с обовязковой умовой створять працовное место. Чекается, что до конца 2021-го авторы интересных проектов откроют в регионе еще 500 новых приватных предприятий. До других тем. Батьки школьника не имеют претензий до наставницы средней школы номер 2 города Чачерска, которая уступила в конфликт с учнями шестого класса. Нагадаем, у телеграм-каналах и на сторонках некоторых интернет-виданей активно обмярковывалась новина об тем, что педагог небыто ударил учня об парту, в результате чего он отримал черепно-мозговую травму. Однако, как это часто отбывается, новина оказалась далекая от реальности. Хлопчика чувствует себя добро, батьки претензий до школы не имеют, конфликт вычерпаны. Застались только негативные комментарии в интернете и информационный натиск на батьков, как и выказали свои думки с упроць классного руководителя. Наши корреспонденты оценили ситуацию. Это был обычный урок белорусской мовы. Один из вышнего повел себя непотребным чином, но неодноразовая за уваги классного руководителя с его боку реакции не было. Тогда педагог вырешила вернуть увагу хлопца при допомозе физичного уйздения. Дети работали, некоторые отвлекались, и ребенок, про которого сейчас пойдет речь, немножко начал нарушать дисциплину. Я сделала ему замечание, он не реагировал на данные замечания. Ну, потом я подошла к нему и повернула голову его в сторону цитрадзи. И, вырываясь с моих рук, он повернулся и ударился о парту. Батька Вушня распавел, что после школы его сын поскарчився на дренное самоочувание, и мужчина принял одзинае верное решение – звернуться до медиков. Ребенок пришел со школы, сказал, что болит голова, я его повел в больницу. Мы пришли на прием, нас отправили в приемный покой и поставили диагноз, что ЧМТ. После информации стала вядомой о милиции, праздник которой сейчас явился на сторонках интернет-выдания. И, как свержают, в школе началась травля как в учнях этого класса, так и наставников на вучальные установы. Миколай Васильевич, батька потерпелого хлопчика, каже, что тяжко пережил минулый тыдень. Это можно было рулировать даже в черте района, не надо было и выносить это все. К администрации школы я претензий вообще никаких не имею. Просто хочу попросить, чтобы в соцсетях всякий бред не писали, что у меня неблагополучная семья, что я и наркоман, и алкоголик, то, что пишется такое, что не надо такого делать. Не знаю семьи, зачем такое писать. Публикация сразу набрала популярность. И это той выпадок, коли такие конфликты ни на корысть, ни школе, ни педагогам, ни батькам. Занятки на наступный день у класса продолжились у звыклым режиме, а у социальных сетках подливали масло в огонь. Я крайне расстроена, что на моем уроке произошел этот инцидент, и ребенок получил травму. Конечно, я чувствую, как бы там ни было, я чувствую свою вину в этом. Конечно, мы сделали выводы, и я уверена, что данная ситуация никак не повлияет на нашу дальнейшую работу. Семья Артема дружная, благополучная. Мы всегда тесно взаимодействовали с родителями Артема, и я думаю, что с данной ситуацией мы справимся. Ситуация сразу трапила на контроль у райвы иконками. Были проанализованы поводины в учни и наставника, проведены размобы с кировницей школы. Увы, никуда отсутствие претензий обо двух боков конфликта, его вы решили не обвострать. Конечно, мы дополнительно еще раз проработаем в педагогических коллективах районно сложившуюся ситуацию, проведем информационно-разъяснительную беседу с коллективом о недопущении нарушений педагогической этики. Также проведем родительские собрания, где рассмотрим вопрос о корректном поведении обучающихся на уроках, о безопасном поведении детей на уроках, о недопущении травмирования. Ведь главная наша задача – это чтобы все дети были здоровы и безопасное нахождение в школе было обеспечено. В все части ситуация, подобная на ту, что отбылась в учащерской школе, худко становятся темой для публичного обмеркования. Первая реакция – обвиновать педагога. Однако за все это нужно разбираться. Чтобы не нанести травмы обо двум бокам конфликту, лучше это делать без оголоски. До приклада еще на областном Жневинском педсовете старшиня Гомельского обл. Ваконкама, Енаць Соловей, отзначил, что внутрошкольные конфликты не повинны становиться с добытком широкой публики, а выращаться предпомозе специалистов. «Всегда проще критиковать, вешать ярлыки, порой весьма оскорбительные. Учитель сегодня живет в постоянном стрессе, то и дело отражая удары то от детей, то от родителей, то, чего греха таить от администрации школы и отраслевых вышестоящих органов. Так и накапливаются стрессы, на фоне которых потом возникают трудно разрешимые конфликты». Специалисты рают извертаться до медиаторов. Конфликты у школы так само могут быть разгляджены профессионалами в области права. И частей за все, знайсти такое решение, как оно задовольняло усе баки инцидента, отрывливается до эскалации конфликту. «К медиатору желательно обращаться при возникновении конфликта чем раньше, тем лучше. Потому что конфликт, когда развивается, к нему могут подключаться все больше участников, которые поддерживают, каждый высказывает поддержку той или иной стороне конфликта, и тем самым придавая или вливая новые силы и помогая конфликту развиваться. Естественно, это не способствует снятию напряженности». Александр Гамуля, Валерий Гапанько, Сергей Камко, телерадио «Компания Гомель». Протягиваем выпуск. Что делать, когда родители должны только родить детей, а растить и выховать, не могут и не хотят. И отказанность за этих хлопчиков и девчонок доводится брать на себя державе. Но кроме хлопа за детей, держорганам нужно заниматься и родителями. Уладковывать их на працу, а примушать развитаться с алкоголем. Проблем по выполнению декрета номер 18 – шмат. Сегодня эту тему снова обмерковали на посаджении областного координационного совета, которое произошло в формате видеоконференции. Мета – проанализовать, как у районных и Гомеля выполнялись доручения, которые отримали службы профилактики на подобном посаджении в Вересне. На жаль, из некоторых районов пришли абсолютно формальные справоздачи, без необходимых лечбов и тлумачений. Некоторые райцентры с доручениями справились больше поспехово. Подчас размовы специалисты нагадывают – головная профилактика социального сиротства. А еще нужно больше активно заниматься родителями, шукать для их працу, потом отсорчивать присутность на працуных местах. А также помогать развитаться с разного рода залежностями, в том лику алкогольной. До речи, допомагают таким семьям не только держа структуры. Финансово, например, бизнесмены и доброчинные организации. Итоги прошлого года, соответственно, были изъяты из семей порядка 260 детей. Была проведена определенная работа. И 56% от детей, которые были сняты с учета, они были возвращены в биологические семьи. Это, конечно, показатель ниже, чем в 2019 году. Чем это связано? Это связано с тем, что семьи, с которыми работали в прошлом году, имели ряд проблем, в том числе это алкоголизация, это безработица, и поэтому позднее отобрание. И возникли определенные проблемы по работе с этими семьями. Так само в регионе распрацованы и узгоднены на всех узронях алгоритмы, где адлюстрованы правила социального сопровождения семья, у которых были вернуты дети. В субботу 23-го студеня пройдут промы телефонные линии с представниками мясовой улады. На питание Жихарова региона откажет наместник старшины Гомельского Абл-Виканкама Владимир Прывалов. Звернуться до него можно по номеру 33-12-37. Так само промы линию проведет наместник старшины Гомельского Абл-Виканкама Сергей Андреев. Телефон для Сувязи 51-45-58. Час с 9-й ранницы до полдня. Крыху больше, как 20 супрацовников и титул лучшего телеканала. На Гомельщине названы переможцы областного конкурса сирот журналистов и редакции газет, телебачення и радио. Сирот тех, кто отримал диплом первой ступени – телеканал Мазир. Повиншовать коллег накировались наши корреспонденты. 30 годов для истории совсем не шмат, а для телеканала Мазир – весь лес. И он открылся в самом начале 90-х, когда самоданность профессии для журналистов решилась лепшей рекомендации. Правда, сейчас с того самого первого набора застался только директор Юрий Каплан. Но при этом супрацовники не только ведают, как все началось, но и мкнуться заховывать традиции. Мы начинали с ВХС-ных магнитофонов. Мы делали один выпуск в неделю новостей до 30 минут. И записывали эти новости, монтировали до 3-5 утра с пятницы на субботу. А в субботу выходили эти новости. Редактор Светлана Грудько пришла на телеканал Мазир в середине 90-х. Пытания, те, отшувая на себе метром, мы свое коллеги не задавали. Тем больше, что побачьею працуют самые молодые журналисты телеканала. Но по стажей и опыте коллег не поделяют. В результате есть одна команда. При таким подходе любые проблемы можно выражать на гульную корысть. В результате телевизионная журналистика – это суместная праца, где выник залежит от намагания у каждого. У нас устоявшийся коллектив, у нас люди все работают очень давно, абсолютно нет текучки кадров. Приходят, конечно, новые пополнения, неудачно вливаются в наш коллектив, отмечают, что им тут комфортно, им хорошо, у нас хорошая атмосфера. Бывают, конечно, как и в каждой семье, а я считаю, что у нас действительно большая творческая семья, некоторые конфликты, разногласия, но без этого нет творчества, без этого нет процесса. У телеканала Мазир две головные передачи – новины и диалог. Виктория Крупник в эти информационные выпуски двойче на тыдень. Я наведомая особа во всем районе. Журналистицы доверяют, и до ее слов прислуховываются. На сегодня это все новости. Далее прогноз погоды на завтра. Я напоминаю, что все сюжеты вы сможете смотреть на нашем сайте, tkm.by, а также в социальных сетях, на «Докласснике», в «Контакте», «Инстаграм». Всего вам доброго. До свидания. Одна со складающих поспехов телеканала «Мазир» – наявность стратегичных партнеров. Саугас комбинат «Зара», «Мазирский» нафтоперепрацовщий завод и «Мазирсоль» с этими предприемствами у компании не просто трывалые, але в полном сенсии сябровские связи. Плюс мясцовые спортивные команды. Такое супрасовнество дозволяет, с одного боку, больше разностоянно рассказывать об жизни района, а с другого – становчивым чином уплывая на финансовую ситуацию компании. Я и журналисты генерации досягнутыми поспехами, але переконаны, что напереде у них еще шмат узнагарод. Я хочу поблагодарить всех наших работников. Это тот коллектив, с которым можно идти в огонь и в воду, и куда угодно. Очень здорово все работают. У них нет вечеров, у них нет выходных. Они работают тогда, когда это нужно, и столько, сколько это нужно. Александров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мызара. Пьяному и бесправному не место за рулем. С метой умоцования транспортной дисциплины и профилактики дорожно-транспортного травматизма в регионе будет проводиться комплекс профилактических мероприемств. С этого дня до 31-го студента сотрудники ДАИ будут усмотнены на вести контроль за физическим станом водителя, а так само наявностью документов, которые позволяют керовать транспортом. За 18 дней в студенте этого года со 138 выявленных фактов керования транспортом в стане опьянения, в 22 выпадках водители з'являлись удельниками дорожно-транспортных здареньев. За минулый год на территории в области отбулося 60 ДТЗ повинений тверозых водителев. У них 69 человек отрымали травмы и 16 загинули. Социальная воблачность и только плюс. На выходных в регионе будет довольно тепло и переважно без опадков. На вату ночь на субботу слупок термометра не опустится ниже за нуль. У день будет до трех тепла. У неделю 24-го студента чекается мощный ветер. Порывы могут достигать 17 метров за секунду. Вечером махчим и дождь. Температура поветра складе каля нуля у ночи и до шасти у день. До плюс 5 и без опадков прогнозуется у понеделок. У наступные дни крыху похолодая, а лимодсных морозов не будет. Температура не опустится ниже за минус 2 градусы. Периодично будет исти снег. Неприемных отчуваний удадасть парывистый ветер. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Светлогорске сотрудники ГАИ преследовали бесправника. Правоохранители подали сигнал об остановке водителю Вольво. Он проигнорировал требования. Началось преследование. Двигаясь по городу, водитель превышал скоростной режим и выезжал навстречу. Затем мужчина выехал на трассу Р-82, где оказался на заснеженном покрытии. После чего самостоятельно остановился, вышел из машины и дождался инспекторов ДПС. Нарушителем оказался местный житель 2000 года рождения. На него составили 4 административных протокола. Также его поместили в изолятор временного содержания. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом без прав. За минувшие сутки в жилом секторе Гомельской области произошло 7 пожаров. Обошлось без пострадавших. В агрогородке старое село Рогачевского района горела деревянная баня. Огонь повредил кровлю и потолок. Вероятная причина возгорания – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. В Житковичах произошел пожар в деревянном жилом доме, в результате которого повреждены стены, потолок и имущество внутри здания. А вот в Жлобине зафиксировано возгорание квартиры на шестом этаже девятиэтажки. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении. Пожар ликвидировали до прибытия спасателей. Также за последние сутки зафиксировано три возгорания в автомобилях. Обошлось без пострадавших. В Гомеле по улице Текстильной горела легковая машина марки «Фольксваген-Джета». Транспортное средство уничтожено. Есть две версии возникновения пожара – поджог и нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. Еще одно возгорание зафиксировано в областном центре по улице Косарева. Огонь повредил моторный отсек «Фольксвагена». Вероятная причина – конструктивный недостаток электрооборудования. Аналогичная причина происшествия в деревне Млынок Ельского района. Там горела легковушка марки «Рено». Огонь повредил моторный отсек. В Светлогорске по улице Шоссейной мужчина застрял в заборе. Потребовалась помощь спасателей. Было установлено, что местный житель при попытке перелезть через металлическое ограждение оступился. В результате его голова застряла между прутьями. Самостоятельно выбраться он не мог. Сотрудники МЧС при помощи инструмента разжали прутья и деблокировали пострадавшего. Его состояние удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Сотрудники милиции Центрального района Гомеля устанавливают личности молодых людей, которые, предположительно, нанесли телесные повреждения мужчине. Происшествие зафиксировано 17 января возле развлекательного центра Европы с 4 до 5 часов утра. Если вы владеете какой-либо информацией по данному случаю, правоохранители просят сообщить ее по номерам телефонов, указанным на экране. Правоохранители Центрального района Гомеля продолжают поиск очевидцев еще одного происшествия. ЧП произошло около развлекательного центра «Континент». Устанавливается личность мужчины, изображенного на этих фотографиях. 28 ноября прошлого года около 5 часов утра он нанес телесные повреждения гомельчанину. Граждан, обладающих какой-либо информацией, просят обратиться в милицию. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Волода Васильева. Здравствуйте. Первая группа участников завершила свое выступление на областном этапе турнира «Снежный снайпер». В нее вошли более 350 школьников. Четыре команды представляли Гомель и пять районы. Жлобинский, Рогачевский, Реческий, Светлогорский и Мозырский. По итогам соревнований тройку лидеров командного зачета замкнула сборная Светлогорского района. Второе место у представителей Жлобинского. Первыми стали бетлонисты с Рогачевского. 25 по 26 и 27 по 28 января будут соревноваться еще две группы участников из оставшихся районов области. Футбольный клуб «Гомель» проанонсировал товарищеский матч с Мозырской славией. Поединок пройдет 23 января в крытом футбольном манеже на стадионе «Луч». Начало в 14.00. Вход свободный. Организаторы напоминают про обязательное наличие масок. Также в клубе сообщили, что изменился соперник следующего спарринга. 30 января зелено-белые сыграют на выезде с Минским «Динамо». В эти выходные пройдут матчи 12-го тура чемпионата Беларуси по меню футболу среди команд высшей лиги. В РЗ сыграют дома с Лидой. Поединок состоится на площадке спорткомплекса «Локомотив». Начало в 15.00. Организаторы объявили, что эта встреча пройдет со зрителями. Их будут пускать при наличии масок. Также количество мест сократится вдвое. Светлогорский ЦКК проведет домашний поединок с Минском. Начало в 17.00. Гомельская «Быча» отправится в гости к Гродненскому УВД «Динамо». Матч пройдет 24 января. Стартовый свисток прозвучит в 13.00. В субботу 23 января женская команда гонбольного клуба «Гомель» сыграет первый поединок в этом году. На своей площадке «Рыси» примут «РГУОР» сборную 2004 года. Матч начнется в 17.00. Для болельщиков будет организована прямая трансляция на сайте sporttv.by. В предстоящие выходные три команды Гомельской области сыграют в официальных поединках белорусского чемпионата. В 13-м туре «Мозорская жемчужина Полесье» на домашней площадке примет Брестское прибужье. Гомельская «Энергия» отправится в гости к Обуховскому легиону. Оба поединка пройдут 23 января. Газовик «Гомель» поедет к Могилевскому ЦОР «Коммунальник» играть перенесенный матч 10-го тура. Поединок запланирован на 24 января в Могилеве. В Гомеле проходит спартакиада по легкой атлетике среди воспитанников детско-юношеских спортивных школ. В турнире участвуют юноши и девушки 2006-2007 годов рождения. В программу соревнований входит бег на различные дистанции, эстафета, прыжки в длину и высоту, а также метание ядра. Старты продолжатся 23 января. Первый запланирован на 9 утра. Награждение в каждой дисциплине будет проходить сразу по окончанию выступлений. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на Беларусь4.